Глава третья. В добрый путь, пилигримы. В директорской раздался звонок, звук которого в любой другой ситуации был бы приятен и мелодичен, но сейчас вызывал лишь раздражение. Хотя бы потому, что владелица телефона решила немного поспать на рабочем месте после ночного бдения и ожидания новостей от старого друга. Данет, не отрывая лица от такого притягательного стола, попыталась нащупать источник раздражения, что у нее получилось далеко не сразу. Первым под руку попались антистрессовые магниты, которые, вопреки своему назначению, прищемили палец директрисе Энтлингеры, после чего тут же полетели на пол. Следующая попытка оказалась чуть более удачной. Чашка чая, опрокинутая неловким движением, намочила одежду, что заставила бывшую Эпплджек все же разлепить глаза и нащупать элемент беспокойства. — Если ты очередной рекламщик, тебе лучше сразу завернуться в белый саван и идти подыскивать место на кладбище. — Усталым голосом произнесла она. Но это был не рекламщик, не журналист, не кто-то из совета директоров и даже не очередной сумасшедший, вещающий о том, что вот-вот наступит новый мир, где все станут равны. Звонил Орлок, что мгновенно сбилось донать всю сонливость. — Ты их нашел? — Да-да, приветкались с тобой уже. — Ну так что? — Ну нет. — И ты туда же, Орлок, Орлок! Я люблю детей, и мне нравится играть с ними в загадки. Но ты на ребенка совсем не тянешь. Разве что до нельзя уродливого и вымахавшего выше крыши. Она вздохнула. — Ой, ну я всю ночь не смолкала глаз. А когда наконец решила вздремнуть, позвонил ты. — Так что да, я немного раздражительна. — И да, не надо мне про хорошую и плохую новость. Начиная сразу с плохой. Сказанное Орлоком окончательно испортило настроение директрисы. И как только собеседник замолчал, мисс Барнс резко бросила. — Когда? Услышав ответ, она уже собралась повесить трубку, но все же поблагодарила старого друга. Он-то был не виноват в том, что сейчас все было против директора приюта. Орлок еще что-то говорил, Но Донет не стала слушать и отключила связь. Старый друг и впрямь смог найти беглецов. Вот только обнаружил он их, когда трое детей в сопровождении какого-то Минотавра вошли на вокзал Трансконтинентал 5-20 минут назад. А это означало, что они уезжают. Может быть, не прямо сейчас, но уезжают. Единственный вариант, который у нее был, это сообщить в полицию, чтобы те перехватили детей на перроне, но она медлила. Звонок бы решил все проблемы, но сколько бы жизни это сломало. Досталось бы и Агнес Фолкнер, девчонке без царя в голове, ее могучему спутнику, который явно не понимал, во что влезает, одно слово бычар, и Джоэлу Рамсеру, проявившему некомпетентность, да и Нику Слаймстоун. О себе Данет подумала в последнюю очередь. А делать что-то было надо, и женщина начала набирать было номер, но не полиции, а такси. Если ей повезет, то оно приедет в течение пары минут. Если ей сильно повезет, то минут через 20 дети все еще будут на вокзале. И, наконец, если ей очень сильно повезет, то удастся перехватить беглецов прямо перед тем, как они сядут на поезд. Вот только Эппл Джек Барнс никогда не везло. Ну вот и все. Ральф, стоя на перроне, аккуратно приобнял Агнес и до сих пор не мог поверить в происходящее. Все четверо спокойно миновали таможенный контроль без всяких проблем. Ну действительно, трое детей, пусть одна из них и была совершеннолетней по меркам гигаполисов, должны были вызвать вопросы. Но нет, все прошло без проволочек. Неужели тело приютского сторожа до сих пор не нашли? Или нашли, но вместо того, чтобы проверять камеры, стали приводить мужчину в чувство и провозились всю ночь? Да нет, бред какой-то. Ральф окинул взглядом махину, на которой предстала ехать Агнес и хмыкнул. Вакуумные пути были старше гигаполисов. Еще до того, как исполинские города возникли в своем привычном виде, несколько таких проектов было реализовано в разных уголках мира. Герметичные тоннели низкого давления, конечно, стоили недешево, но окупались достаточно быстро за счет экономии. Для того, чтобы поезд развил сверхзвуковую скорость, теперь не требовались колоссальные затраты. Шли годы, совершенствовались материалы, источники энергии и финансирования, но в конце концов сформировались лишь две сферы применения – высокоскоростное метро и сообщение между гигаполисами. И меж исполинскими городами протянулись поднятые над землей на ажурных опорах прочнейшие трубы, внутри которых с неимоверной скоростью проносились контейнерные или пассажирские капсулы. Никаких поворотов пути, никаких препятствий. И даже воздух почти не стоял на пути стремительного транспорта. «А может, стоит уже отпустить, Агнес?» – раздался голос Лаймстоун, что вырвал Минотавра из размышлений. «О, прости, ты как?» Ральф разжал объятия и даже отошел на пару шагов. Девушка в ответ рассмеялась. Как казалось искренней. «Да все нормально, здоровяк. Я тоже буду по тебе скучать». Агнес прикрыла глаза и вздохнула полной грудью. «Поверить только. Получилось!» «Да, получилось!» – задумчиво протянул Минотавр, глядя при этом не на девушку, а на двух детей, стоящих позади нее. Пони хорохорилась, пока они шли по вокзалу, и даже пыталась шутить. Столь плохо, что смеялась лишь она одна, да и то вымучена. В глазах Лаймстоун мелькало беспокойство. Оно и понятно, не каждый раз сбегаешь из дома, чтобы уехать на сверхскоростном поезде на другой континент. Ник же бросал недобрительные взгляды в сторону пони, при этом сжимая и разжимая кулаки. Да и на сестру он поглядывал явно не с братской любовью. Впрочем, фингал, который Ник поставил Агнес, почти сошел на нет, спасибо заживляющему гелю, что был у Минотавра. Сейчас же юноша слегка покачивался на мысках сапог, при этом насвистывая какую-то мелодию, и демонстративно, несмотря в сторону своих спутников. Пожалуй, даже слишком демонстративно. «Это будет та еще поездочка!» Ральф не заметил, как произнес эти слова вслух. «Да все будет нормально!» Девушка сжала ладонь в кулак и шутливо ударила своего друга в плечо. «Вакуумный поезд — самый безопасный вид транспорта!» «Хм, раз ты так говоришь!» Из динамиков раздался механический голос, сообщающий, что поезд, на котором должны ехать дети, через несколько минут отправляется. «Ну что ж, стало быть, пора прощаться, а?» Ральф улыбнулся своим спутником. «Пока!» Буртнул мальчик и вбежал в поезд. Агнес удивленно уставил след брату. «Ник! Ник, постой!» Тон девушки стал извиняющимся. «Ральф, он не хотел!» «Я уверена, что не хотел!» «Все нормально, Агнес!» «Нет, не нормально!» «Мы уезжаем, а Ник...» Девушка притопнула ногой и со словами «Ей сейчас!» вбежала в вагон. Минотавр поднял было руку и хотел окликнуть Агнес, но в последний момент передумал. Ей и впрямь сейчас лучше побыть с братом. Внимание Ральфа переключилось на пони, которая ковыряла копытом землю. «Но вот мы и остались одни!» Лаймстоун вздрогнула, после чего оторвалась от своего занятия и с серьезным видом посмотрела на могучего синтета. «Вам стоит научиться разговаривать с детьми! Ведете себя хуже Тирека!» Ральф понятия не имел, кто такой этот Тирек, но предположил, что это какой-то очень плохой пони из мира Лаймстоун. «Извини, я не хотел!» Ответил Минотавр первое, что пришло ему на ум, на что же ребенок лишь выркнуло. «Просто не умею общаться с детьми!» Кобылка нахмурилась, но уже через секунду у нее на мордочке заиграла улыбка. Она извлекла из куртки полученную от Минотавра конфету и протянула ему. «Сладкое позволяет взрослым и детям быть на одной волне!» Немного подумав, Лаймстоун добавила. «Так говорила наша директриса!» Ральф с улыбкой принял подарок и отправил его в рот. Пони же продолжила. «Хотя, как по мне, это глупость!» Но сама при этом достала еще одну конфету и съела. «Ну, глупости в этом мире хватает!» Философски заметил Ральф. «Это уж точно!» Из динамиков вновь раздался механический голос, сообщающий, что всем провожающим необходимо покинуть поезд. «Лаймстоун, можно тебя попросить об услуге?» Прежде чем пони успела ответить, Ральф продолжил. «Присмотри за Фолкнерами, хорошо?» «Агнас лишь с виду взрослый, а Ник — дурак!» Перебила пони с ухмылкой. «Присмотрю». «Прощайте, травоядный минотавр!» С этими словами пони вбежала в дверь вагона, откуда помахала копытом. Спустя пару минут поезд тронулся в сторону воздушного шлюза, провожаемый печальным взглядом Ральфа. Моша на прощание могучему, но при этом дружелюбному минотавру, Лаймстоун раздумывала, а как, собственно, она сможет приглядеть за Фолкнерами, если их разделяет несколько вагонов. Может, машинист разрешит использовать громкоговоритель? Пони представила себе эту картину. И то, как Агнас и Ник, особенно Ник, подпрыгивают в своих креслах и испуганно вслушиваются в слова серой пони. Вышло смешно. Впрочем, хихиканье очень быстро сошло на нет, а глаза испуганно уставились на мисс Барнс, что спешило по платформе в сопровождении пароохранников из приюта. Лаймстоун стала петиться назад, пока не натолкнулась крупом на что-то мягкое, но крайне грубое. «Эй, смотри, куда прешь, лошадь!» Не прекращая таращиться в окно, пони нервно сглотнула и бросила. «Сам дурак!» Мисс Барнс остановилась на перроне тяжело дыша. Время как будто замерло, и пони боялась даже вздохнуть, думая, что вот сейчас поезд остановится, их приключения окончатся едва начавшись. Но нет. Поезд стал быстро набирать ход, оставляя позади мисс Барнс, Ральфа, вокзал и привычный мир Лаймстоун, Пай Харрис. А впереди ее ждала неизвестность, которая пугала ничуть не меньше, чем возвращение в приют. «А вот я сейчас вырву твой поганый язык! Посмотрим, как ты после этого запоешь!» Раздался позади неприятный голос. Резко обернувшись, пони встретилась взглядом с фигурой, что носила клетчатую рубашку причудливой красно-зеленой расцветки. Причем верхняя пуговица держалась на одной ниточке, и создавалось чувство, что она вот-вот оторвется. Пони подняла взор чуть выше, дабы разглядеть грубияна, которым оказался мужчина довольно невысокого роста и скопной черных, давно не мытых волос. Был он явно не молод, о чем свидетельствовало покрытое морщинами лицо. Взгляд пони привлек шрам, пересекающий правый глаз мужчины. По мнению Лаймстоун, подобные боевые раны должны сделать человека или синтета особенными. Ведь ты получил тяжелую рану и выжил, а следовательно, все должны слушаться тебя. Вот только шрам мужчины нисколько его не облагораживал, наоборот, дел еще более уродливым. Ну че уставилась? Взяла копыта в копыта и побежала отсюда. Угрожающий протянул незнакомец и топнул ногой. Бо! И пони припустила бегом, сопровождаемая злым смехом человека. Несмотря на то, что поезд уже тронулся, некоторые пассажиры еще не заняли свои места, а потому их приходилось лавировать между ними. Впрочем, для жеребенка это не составляло особого труда, разве что вслед неслись недовольные возгласы, а вскоре раздался и топот. Пони рискнула обернуться, но запуталась в ногах и растянулась на полу. Ковролин смягчил падение, но не то чтобы сильно. Впрочем, не об ушибах сейчас думала пони, а о низкорослом мужчине, что гнулась за ней. Наверняка ведь это был он, но нет. Вместо взрослого грубияна Лаймстоун увидела маленькую светловолосую девочку в голубом платьице, которая, сунув большой палец в рот, с любопытством глядела на большеглазую лошадку. Пони встала на ноги и слегка поморщилась. Задняя нога отозвалась болью. — Еще и синяк! — пробурчала поняша. Раз уж она остановилась, то можно было осмотреться и понять, куда же ей идти. По всему выходило, что надо было пройти еще четыре вагона. С больной ногой это было то еще приключенец. Но хоть пояс не трясло, и в коридоре были перила, предназначенные как для взрослых, так и для детей, а стало быть, и жеребенку вполне подойдут. Собравшись уже идти, и пони почувствовала, как кто-то в ее взял за хвост. Этим кем-то оказалась маленькая девочка, которая, поборов удивление, решила рассмотреть незнакомку поближе. — Отпусти! Пони посмотрела на ребенка с серьезным видом и последняя послушалась, после чего стала медленно пятиться, но неловко покачнулась и села на попу. При этом девчонка не расплакалась, а продолжила смотреть на серую поняшу, явно чего-то ожидая. — Нравится мой хвост? В ответ девочка кивнула, а на ее лице появилась радостная улыбка. — Тогда отрасти себе свой! Пони отвернулась и с довольной улыбкой пошла в сторону необходимого ей вагона. Жеребенок даже не обращала внимания на боль в ноге, ведь, по ее мнению, она дала ребенку бесценный совет и раздумывала о том, что, может, и с Агнес и Ником так получится. Уж кто-кто, а она могла найти язык с кем угодно. Как только пони скрылась в соседнем вагоне, маленькая девочка расплакалась. Агнес догнала брата в коридоре и потребовала извиниться перед Ральфом. Возможно, она в тот момент немного повысила голос, но нервы уже были на пределе. Еще бы, младший брат готов был нагрубить всякому, с кем девушка поговорила хотя бы пару минут. Слух она, правда, ему этого не сказала, но Ник, бросив «Дура!» вбежал в купе. Агнес оторопела от такой наглости и пару минут стояла, дожидаясь того, что брат выйдет и извиниться, но этого не произошло. Зато другие пассажиры с любопытством поглядывали на нее, и ничего не оставалось, как последовать за Ником. Тот, сложив руки на груди, смотрел на проносящийся за окном пейзаж. В купе также сидела женщина, чей приблизительный возраст на глаз определить было сложно. Облаченная в черную юбку до пят, такого же цвета рубашку, она баюкала на руках малыша или от трех-четырех. В отличие от матери, тот был одет довольно ярко. Ребенок при этом спотевно не собирался, радостно смеялся, хлопал в ладоши и пытался что-то рассказать на своем понятном лишь другим малышам языке. Женщина улыбнулась, как показалось самой Агнес, с грустью, хотя, возможно, причиной было то, что сейчас она видела перед собой не незнакомую женщину, а маму, что также баюкала на руках Ника после похорон отца. Женщина перевела перевела свой взгляд на попутчицу и охнула. «Девонька, с тобой все в порядке?» «А?» Только и смогла вымолвить Агнес, у которой перед глазами все стало расплываться. «У Агнес все в порядке», проворчал Ник, не оборачиваясь. «Знайся, хихикает да умничает». Девушка после слов брата вздрогнула, будто бы юноша отвесил ей смачную пощечину. Женщина же осуждающе посмотрела на Ника. «Как тебе не стыдно?» «Твоя мама...» «Она мне не мать!» выкрикнул Ник, отчего ребенок на руках у женщины расплакался и то стало его успокаивать. Юноша все же удостоил сестру взглядом. «Ты мне не...» «Агнес, ты чего?» Девушка вместо ответа развернулась и выбежала в коридор, едва не налетев на низкорослого мужчину. Она успела на ходу бросить извинения и в ответ ей донесся рассерженный голос. «Эй!» «Да что тут в конце концов все охренели?» Агнес не знала, куда бежит, ведь поезд уже тронулся и сойти с него не удастся. Взгляд зацепился в надпись туалет и девушка вбежала туда, чуть не налетев в проходе на дородного вида женщину, которая пробурчала нечто нелицеприятное в адрес носящихся сломя голову детей. Заперев кабинку, Агнес уткнулась лицом в ладони и заплакала. Ник попытался выбежать вслед за сестрой, но не тут-то было. Мужчина, которого чуть не сбила Агнес, перехватил паренька за ворот. «Трумалец!» «Отвали от меня!» Юноша рванулся вперед, но без видимого эффекта. «Нет, это просто праздник какой-то. Я за неполные двадцать минут встретил трех детей, и все они оказались грубияными и задирами. Я бы твоему отцу сказал, пара ласковых, знаешь ли!» «Я бы тоже, и будь он жив!» Ник попытался вырваться из схватки, и на этот раз ему удалось. Едва не упав, он побежал за сестрой, выкрикивая ее имя. Мужчина не стал его преследовать, а только поморщился. «И все равно это его не оправдывает!» «Ох, Маркус, прекрати! Они всего лишь дети! Когда-то и ты был таким!» Отвзвалась женщина, качая на руках ныкающего ребенка. «Нет, не таким!» «Угу, ты был еще более невыносимым, уж я-то помню! Иди лучше возьми на ручки Кевина!» Мужчина вздохнул и недовольно пробурчал. «Дети!» Сколько Агнесс просидела в запертой кабинке, она бы не взялась сказать. Неожиданно тишину нарушил характерный стук, после чего приглушенный дверью мужской голос поинтересовался. «Мэм, с вами все в порядке?» Агнесс в очередной раз утершись рукавом, попыталась ответить спокойно и даже беззаботно. «Да, конечно. Мне... Мне просто нехорошо. Наверное, что-то не то съело». За дверью раздался шепот. Очевидно, переговаривались двое или больше человек, но слов девушка разобрать не могла, да и не стремилась подслушивать. Наконец, придя к какому-то решению, мужчина произнес «У нас в поезде есть врач на случай экстренных ситуаций, и я могу проводить вас к ней». «Нет, не надо. Мне уже стало лучше». Агнесс понадеялась, что этого будет достаточно, дабы проводник или кем-то он являлся ушел, но не тут-то было. «Тогда не могли бы вы открыть дверь, пожалуйста». Прозвучало это не как просьба, а скорее требование. Девушка сглотнула, но ничего не оставалось делать, как открыть дверь и увидеть перед собой пони. жеребец жеребец с желтой шерсткой и рыжей гривой с изрядной толикой седины, облаченной в черный костюм с поднятым воротником эмблемой транспортной компании на груди пристально изучал пассажирку, вызвавшую всеобщий переполох. Убедившись, что она не представляет опасности ни для себя, ни для окружающих, земнопони поинтересовался. «Вы можете встать самостоятельно?» «Да, думаю, да». Девушка попыталась подняться, но покачнулась то ли от эмоционального напряжения, то ли от того, что уезжали они от Ральфа в торопях, и она второй день уже ничего не ела. К счастью, пони успел поддержать ее. «Не волнуйтесь, мэм, я спасу вас от скользкого пола и иных опасностей, что могут скрываться в этой комнате». Жеребец после этих слов улыбнулся, давая понять, что это не более, чем шутка. «Спасибо, я обычно более ловкая». Опираясь на копыта земнопони, Агнес медленно вышла из кабинки. Она обратила внимание на группу зевак, что собрались у двери туалета. К сожалению, а может и к счастью, ника среди них не было. «Ничего страшного, я и сам порой запутываюсь в ногах, когда пытаюсь встать с кровати». «Не прекращая улыбаться, ответил жеребец, но вы нас всех страсть как перепугали. Видите, сколько людей о вас беспокоится». «Обо мне?» «Или пришли посмотреть шоу?» словно невзначай поинтересовалась Агнес. «Из двух вариантов лучше выбирать наилучшие, тогда по утрам вставать легче будет». Девушка понизила голос. «Да, но не всегда выходит». Почувствов настроение Агнес, жеребец объявил. «Господа и дамы, спасибо за ваше беспокойство. Как видите, с этой милой барышней все хорошо и нет причин для волнения. Сейчас я ее отведу к доктору, а вы можете возвращаться к своим делам. Еще раз спасибо». Люди стали неходи расходиться, при этом в глазах некоторых из них Агнес заметил разочарование. «Да, беспокойство». «В иной ситуации я бы предложил отнести вас на копытах, но боюсь, что при нашей разнице в росте впору вам нести меня, а не наоборот. Так что обопритесь на меня и пойдемте». «Да я могу идти самостоятельно», возразила Агнес. «Охотно верю, но если вы подскользнетесь и упадете, то доктор Мириам мне уши надерет и не скажу, что будет неправа». «Так вы за свои уши больше всего печетесь», воскликнула девушка, но в глазах у нее блестели веселые искорки. «Мои уши мне дороги как память. Где я еще такие найду?» Агнес критически осмотрела уши жеребца. «А как по мне, они уже изрядно поношенные. Уверена, можно найти и поновее, а главное недорого». «Угу, слоновьи. И я на них смогу летать». Судя по всему, жеребца эта беседа заболела не меньше, чем его спутницу, но он старался сохранить серьезный вид. А чем плохо? «Заменим еще хвост на более яркий, скажем, павлиний». «Точно». Девушка щелкнула пальцами. «И станете вы генофриком?» «Чудом природы!» Агнес бросил на земнопоне укоризненный взгляд. «Эх, а ведь почти угадал». Пока продолжалась эта неторопливая беседа, девушка и жеребец шли по коридору, все дальше отдаляясь от купе, где остановились фолкнеры. Куда они идут, Агнес не спрашивал, но предполагала, что к той самой Мириам. И пусть она себя чувствовала уже лучше и в помощи врача не нуждалась, но возражать не стала. Ей не хотелось возвращаться к брату, которого она не видела несколько лет и который отвечает грубостью на любые проявления чувств. Пусть немного успокоится, и тогда можно будет с ними нормально поговорить, если он сам этого захочет. Ну вот мы и пришли. Объявил жеребец и указал на дверь, на которой не было нарисовано ярко-алого креста или змеи, обвивающий шприц. По мнению девушки достаточно пугающие символы. Была лишь табличка «Ваш доктор Д. С. Мириан». Это даже разочаровывало. Входите, не бойтесь. А вы не пойдете со мной? Пуни улыбнулся. Ну, я уже спас прекрасную деву из жуткой башни и теперь мне следует — Агнес перебила — жениться на ней. Жеребец рассмеялся, но вскоре его смех перешел в кашель. Он даже отвернулся от девушки, очевидно, не желая заразить. Отдать ее на попечение королеве-матери, я хотел сказать. Агнес вздохнула. Стало быть, прощаемся? Пуни все же посмотрел на девушку, но уже без характерной улыбки и в глазах у него не было даже намека на веселье. — Да, мэм, но если скажете расположение вашего купе, то я смогу навестить вас чуть позже. Девушка открыла было рот для эхидного замечания, но Пуни продолжил. — Виной цветы не обещаю, но приятную компанию смогу составить. — Я не одна с братом, тут же ответил Агнес. — Ну, значит, будет не скучно. Жеребец подмигнул. — Семнадцать. Пуни кивнул, но не двинулся с места, что поставила Агнес тупик. — Эм, а вам разве не надо идти по делам? — Надо. — Не стал спорить жеребец, но я жду, когда вы перешагнете порог кабинета, а то вдруг стоит не отвернуться, как вы убежите в неизвестном направлении, спасаясь от иголок, таблеток и припарок. Он хитро прищурился. — Вы ведь это не собирались сделать? — Не собиралась. Не моргнув глазом, соврала Агнес, и так как выбора у нее не оставалось, постучала в дверь и вошла. Лаймстоун Пай Харрис надеялась, что как только она переступит порог своего вагона, все неприятности останутся позади, и можно будет наконец отдохнуть слабиться, но похоже у судьбы на ее счет были иные планы. Купе, в котором ей предстояло ехать, не обладало излишними удобствами. Так, четыре койки, две сверху и две снизу, а также маленький столик явно обеденный. Не то, чтобы Пуни смущала теснота, в конечном счете всю свою сознательную жизнь она провела в приюте, а там всегда тесно, даже смотришь на соседние дома, мечтая о том, чтобы побыстрее вырасти и покинуть стены этого заведения. Скорее дело было в том, что Пуни досталась верхняя койка, лестница которой была не предназначена для четвероногих, а поэтому это могло стать проблемой в будущем. Впрочем, Лаймстоун хватило проблем в настоящем. Ее соседями оказалась семья еще трех человек, одетых достаточно простенько, если не сказать бедно, и от которых шел неприятный запах пота, заплесневелого сыра и еще чего-то, что Пуни не могла определить, но явно неприятного. Плюс ко всему, самый маленький член этой семейки сейчас лежал на месте, которое было предназначено Лаймстоун и беззаботно дрых. И потому ничего не оставалось, как сесть на нижнюю койку и пялиться в окно, надеясь на то, что новоявленные соседи вместе со своим запахом исчезнут. Если вонь очень быстро выветрилась благодаря системе кондиционирования, то с самими пассажирами было сложнее, и они всячески пытались завязать с Лаймстоун беседу, задавая ей наводящие вопросы о том, куда она едет, чем увлекается и о чем мечтает. Односложные ответы лишь раззадоривали соседей по купе, и те продолжали бомбардировать пони вопросами, которые начинали порядком раздражать. Оттого, чтобы накричать на людей, Лаймстоун уберег стук в дверь и появившийся вслед за ним Николас Фолкнер собственной персоной. Здрасте, Лайрис, ты свободна? Да! Пони вскочила с места и буквально вытолкала паренька в коридор, после чего вышла сама и, закрыв дверь, рассмеялась. Ну, ничего смешного, нахмылился юноша. Отсмеявшись, пони пояснила, вот уж не думала, что буду рада видеть тебя. Сделав ударение на последнем слове, она не выдержала и вновь захихикала. Ха-ха-ха, очень смешно. А если я тебе пальчик покажу, ты тоже будешь смеяться? И действительно, Ник не удержался и показал средний палец, отчего смех пони очень быстро сошел на нет. Зимна пони раздраженно фыркнула. Что тебе нужно, Фолкнер? Принек опустил руку, а вслед за ней взгляд. Агнес, она ушла. У пони сердце ёкнуло в груди. Эта девушка обещала, что увезет их в другое место навстречу взрослой жизни и вот она ушла? с поезда, с поезда, спросила пони первое, что пришло на ум. Ник вздрогнул и поднял взгляд, в котором застыл испуг. Я не знаю, нет, она же не могла, наверное, где-то прячется, да, точно прячется. Дверь купе открылась, и грузный мужчина, который по совместительству был соседом Лаймстоун, поинтересовался именем друга поняши. — Это Ник у нас дела, да, очень важные дела. Выпалил жеребенок и стала подталкивать юношу, уходя как можно дальше от любопытного человека. Отойдя на приличное расстояние, пони облегченно вздохнула, а Ник недоверчиво произнес. — Быстро же согласилась помочь. — Быстро же довел сестру, парировала Лаймстоун. — Я ее не доводил, выкрикнул мальчишка. Она сама взяла и убежала, сама! — Ах, и после этого еще я, Лайрис. Пони закатила глаза. — Да, именно ты. Постой, о чем-то. — Да, так ни о чем. — Ладно, пошли искать Агнеса. В туалетах смотрел? Щеки юноши покраснели и он отвел взгляд. Лет сто назад приняли закон, упразднивший разделение туалетов и душевых комнат на мужские и женские. Протесты недовольных встретили аргументом, что подобное было сделано, дабы избавиться от гендерных стереотипов и живые существа могли чувствовать себя естественно вне зависимости от того, где находились. Вот только ни хорошего в семье, где личное пространство было не пустым звуком, подобное смущало. Лаймстоун, глядя на зардевшегося мальчишку, стоило большого труда не рассмеяться. А вот с них и начнем. Ээээ, только и смог произнести ник, который покраснел лишь сильнее, пони вздохнула. Хорошо, я там осмотрюсь, а ты посторожишь. Пусть чуть тихо прошептала. Трусишка. Вопреки ожиданиям Агнес, доктор Мириан не стала задавать лишних вопросов и интересоваться прошлым девушке. Видимо, ей было просто все равно. Убедившись, что с пациенткой все в порядке, врач спешно выправила и ту вон. И сейчас Агнес размышляла, что делать дальше. Возвращаться к брату его ехидным замечаниям, а также грубым словам не хотелось. Почему тот так себя вел, Агнес не могла взять в толк. Когда она сама оказалась на улице и была готова опуститься до попрошайничества, ее встретил Ральф. Минотавр не прошел мимо девушки с разбитыми коленками и синяком под глазом, за что она была ему безмерно благодарна. Просто потому, что оказалась кому-то небезразлична. Такую же реакцию она ждала и от Ника. Но вместо этого он вел себя так, будто Агнес виноват во всех его бедах. И что с этим делать девушка приблизительно даже не представляла. Возможно стоит поговорить с Лаймстоун. Да, эту пони никто же особо не любил. Но в последние годы они жили под одной крышей и наверняка серая земнопони знает, как найти к мальчишке правильный подход. Главное придумать как подвести разговор к этой теме, дабы не выглядеть в глазах же ребенка беспомощней. Под эти мысли девушка открыла дверь ведущую в соседний вагон и нос к носу столкнулась с теми о ком она только что размышляла. Ник и Лаймстоун выглядели ошарашенно. Они тоже не ожидали встретить тут Агнес. Когда же первый шок прошел то брат и сестра Фолкнер практически одновременно принесли привет после чего резко замолчали. Поня же ведет эту сцену захихикала в копытце. Ник ну же Лаймстоун ткнул локтем своего спутника ты мне всю дорогу говорил о своей сестре и как ты стукнул того как ты его назвал карлика грубияна да да карлика грубияна за то что он нагрубил Агнес а теперь стоишь будто воды в рот набрал отстань отмахнулся Ник едва не угодив ладонью по мордочке пони и вовсе я это не эй Агнес услышав слова Лаймстоун не стала ничего говорить а просто заключила протестующего мальчишку в объятии вскоре она перевела взгляд на пони и с улыбкой поинтересовалась присоединишься Лаймстоун поморщилась не обжимакайтесь без меня без меня выкрикнул Ник чем привлек внимание пассажиров соседнего купе что решили выглянуть на шум пусти а не то не то я тебя укушу спасибо что пришел тихо прошептала Агнес после чего разомкнула объятия Ник спешно отвернулся но девушка заметила румянец на его щеках я пришел я пришел потому что голодный вот неправда подалась голос пони ты не о еде говорил а о сестре Лайрис я тебя сейчас стукну юноша с вызовом посмотрел на кобылку и та ответила взаимностью это я тебя сейчас стукну как в прошлый раз Агнес протестовался между спорщиками не то чтобы девушке доводилось отстаивать свою точку зрения с помощью кулаков но она знавала достаточное количество людей и синтетов которые в споре прибегали к грубой силе так было например с Руэлин девушкой фурькой с которой довелось работать в курьерской службе честно говоря я тоже страсть как проголодалась если что-нибудь скоро не съем то тоже кого-нибудь стукну девушка улыбнулась давая понять что это шутка но пони лишь скептически посмотрел на нее а брат вновь отвернулся да это будет незабываемое путешествие цены указанные в меню мигом перебили аппетит Агнес и она заверив что не столь голодна как ей казалось заказала себе тарелку каши которую сейчас медленно ела дети же не были скованы никакими рамками а потому запросили себе и первое и второе и по горячей булочке с киселем на третье это не то чтобы сильно ударило по бюджету но все-таки живя в австралийской аркологии она экономила буквально на всем и смогла скопить неплохую сумму но все же оставалось надеяться что они как и планировалось за два дня доберутся до другого гигаполиса и там уж цены окажутся не столь кусачами так что ты говорил сделай с тем грубияном Ник поинтересовалась Агнес дабы развеять тишину и дать брату лишний повод похвастаться благо мальчишки это любят а паренек непонимающий уставился на сестру даже жевать перестал бородатый карлик пояснила пони и потянулась к тарелке Ника ты не будешь мальчишка ударил пони по копыту вернее попытался лаймстоун быстро убрала переднюю ногу со стола и паренек ударил столешницу Ник демонстративно потер ушибленную руку и погрозил кобылке кулаком а та в отместку показала язык Агнес откашлялась привлекая к себе внимание детей карлик да он что-то начал кричать тебе вслед как подбегу к нему как ударю по колену и он тут же начал прыгать на одной ноге повторяя блин 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 ну а я ему говорю что нельзя себя вести так гадко вот ага Ник настоящий герой пони ухмыльнулась а мальчик уже надулся от гордости но лаймстоун не была бы с собой если бы этим и ограничилось надо будет после еды сходить к тому вредному человеку извиниться эм мальчишка перевел испуганный взгляд с пони на сестру а потом обратно а может чуть позже он это плохо себя чувствовал да вот и навестим улыбки на мордочке пони 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 повысила голос чем привлекла внимание немногочисленных людей что здесь столовались уши ее прижались к голове а сама она начала водить копытом по столу это грязные любопытные вредные люди они мне не нравятся ага прямо как ты подел ник на себя посмотри вружка хрюшка агнес вздохнула а ведь все что она хотела так это подобрать более мирную тему но кажется эти двое могли начать спорить по любому поводу девушка улыбнулась вот же оно решение прямо перед носом ник лаймстоун а как насчет того чтобы сыграть в одну увлекательную игру спорщики резко замолчали и с любопытством взглянули на агнес мы все дружно выбираем какую-то определенную тему после чего один из нас загадывает слово а остальные пытаются его отгадать задавая вопросы на которые можно отвечать либо да либо нет сколько пони зевнула ерунда какая-то тут же произнес ник очевидно не желая уступать лаймстоун первенства хоть в чем-то но хорошо давайте так каждый загадает слово и по очереди мы попытаемся его угадать а если и потом скажете что вам не понравилось то согласны выполнить по одному желанию глаза у детей тут же загорелись но агнес предупредила в пределах разумного на месяц в galaxy plaza можете не рассчитывать энтузиазм несколько поугас но не то чтобы очень сильно а на неделю с надеждой поинтересовался ник агнес покачала головой эм три дня это не так уж и много сознанием дела произнесла пони агнес засмеялась категорически нет какие-то неразумные эти твои пределы разумного пробурчал мальчишка скорее экономные ник уже открыл белород чтобы начать очередной бессмысленный спор как подала голос лаймстон я согласна если мне не понравится будешь носить меня на руках пока не придем в другой гигаполис перехватив удивленный взгляд агнес пони криво ухмыльнулась и пояснила в пределах разумного же девушка вздохнула ну хорошо же раз наша жизнь связана с отлингерой давайте начнем с него пони нервно сглотнула может не надо мы только оттуда сбежали я не хочу снова туда возвращаться давайте лучше о том что будет а после недолгих раздумий агнес согласилась и троица начала играть вскоре потеряв счет времени в попытках угадать что же такого задумал противник другие пассажиры а вместе с ними и обслуживающий персонал изредка косились на странную компанию да перешептывались но дети не обращали на это внимания а старшая девушка в ответ лишь улыбалась чем ставила окружающих в тупик но все хорошее рано или поздно заканчивается и вот ник и решил озвучить то что было у всех на уме но все хватит сдаешься ехидно поинтересовалась лаймстоун ты просто жульничала ага легко согласилась пони агнес мне передавала записки с тем что загадала и потому я тебя обставила ник купившись полез под стол но ничего помимо крошек там не нашел где записки я тебя обманула пони захихикала в копытце юноша попытался резко встать и забыв где находится закономерно ударился о крышку стола оу я вот тебе больше ни за что не поверю чтоб ты не сказала небо синее беззаботно произнесла пони ник вылез из-под стола потирая ушибленную голову и пробурчал хорошо что трубоход быстро едет не придется терпеть такую язву долго и будто бы услышав слова молодого человека из громкоговорителя под потолком раздался голос машиниста внимание пассажиров в связи с разгерметизацией ходовой трубы мы вынуждены уменьшить скорость всех поездов просьба сохранять спокойствие приносим извинения за задержку и неудобства всем пассажирам будут предоставлены бесплатные обеды напитки и одеяла время прибытия откладывается на сутки спасибо за внимание лаймстоун разразилась издевательским смехом